Девушки отдыхают Сегодня мы намерены тщательно и подробно рассказать о новых компьютерных играх Но начнем, как водится, с Валпепера Всякий грамотный пользователь старается так подобрать себе Валпепер Чтоб тот скрашивал ему монотонное сидение перед компьютером Какой еще Валпепер? Ну, Валпепер, ну, изнанка мира, вон Ну, так давайте подберем что-нибудь Ну, давайте Ну, скажем Вот Нет А может быть Ни в коем случае Ну, тогда Вот А вот это, пожалуй Можно приступать к работе Итак, нашу передачу открывает игра, которая называется «Рэп-барон» Красный барин Многие, наверное, знают о том, что Красным бароном прозвали в свое время знаменитого германского аса, прославившегося еще в Первую мировую войну, Манфреда фон Рихтгоффена А красный это, в смысле, революционный? Нет, это прозвище ничего нам не скажет о политических пристрастиях барона Дело в том, что он летал на триплане марки «Фокер» ярко-красного цвета Свидетели утверждают, что в самом начале Первой мировой войны схватки в воздухе происходили по правилам честного поединка То есть летит, к примеру, звено английских неупоров Навстречу попадается одинокий «Фокер» И что же вы думаете? От эскадрильи англичан отделяется один аэроплан и вступает воздушный бой Все остальные кружатся поодаль и ждут своей очереди Конечно, со временем от этой порочной практики пришлось отказаться Война все-таки Наваливайся в пятером на одного и жди головокружения от успехов Итак, авиационный симулятор «Красный барон-2» возвращает нас в ту далекую эпоху Вы можете участвовать как в придуманных миссиях, взятых буквально с потолка, так и в исторических сражениях Причем в ходе игры вам придется враждовать не только с воздушными, но и с сухопутными силами неприятеля К примеру, бомбить вражеские танки По тем временам большую диковинку Впрочем, танкисты, в свою очередь, воспринимали как диковинку аэропланы Поэтому на военных фотографиях того времени у солдат такое изумленное выражение лиц И, наконец, о самом главном Здесь имеется опция, позволяющая сталкиваться с землей без всякого вреда для самолета и пассажиров По нашему мнению, эту деталь могли бы позаимствовать и отечественные самолета-строители Следующим после Валпейпера важным элементом любого компьютера является скринсейвер Скринсейвер? Да Это программа, которая начинает свою работу, когда вы заканчиваете свою Это позволяет... Это позволяет... Это позволяет... Да выключите же это, наконец! Это иногда позволяет сберегать ресурсы монитора Мда Ну а нашу программу продолжает игра, которая называется «Wing Commander Prophecy» Дамы и господа Мы хотели бы поделиться своим мнением по поводу игры «Wing Commander Prophecy» Которая вышла чуть меньше месяца назад Думаем, что серия «Wing Commander», как это принято говорить, не нуждается в представлении А еще говорили «С упорством, достойным лучшего применения» Это потом Итак, в первых частях игры в качестве единственных противников землян выступали так называемые киллрати Внешне они напоминали обычных львов С тех пор прошло много нелегких лет и люди научились более-менее ладить с киллрати А это слово не склоняется? Ну а как его склонять? С килл... с киллратями? Ученые стали даже изучать эпос киллратий И нашли в нем невнятное предсказание беды, которое придет издалека Ну надо ли говорить, что предсказание сбылось? Вы играете за молодого пилота Кейзи Который прибывает для прохождения службы на крейсер Мидуэй Буквально в первом же полете вы натыкаетесь на вражеские истребители неизвестной конструкции Которые пилотируются жуткими монстрами После этого вам не остается ничего другого, кроме... как вы говорили? С упорством, достойным лучшего применения Вот-вот Кроме как с упорством, достойным лучшего применения Играть Wing Commander Prophecy Скорость, с которой происходит слияние мира кино и мира компьютерных игр Увеличивается день ото дня Вот казалось бы, фильм Man in Black появился не так давно А уже готова игра по его мотивам Слушай, что ему надо от меня, а? Он хочет тебя кликнуть Итак, люди в черном Кинофильм люди в черном, повествующий о специальном отряде бойцов с враждебными инопланетянами Этой межпланетной перхоти Завоевал большую популярность, во всяком случае на Земле Чем объясняется успех картины? Во-первых, очень привлекательными главными героями Смотрите-ка Плечистые, решительные люди В черных костюмах и темных очках А в то же время не бандиты Наоборот, работают на правительство Какая прелесть! Чистое умиление! Во-вторых, великолепным юмором Чтобы смеяться Ну и так далее Естественно, было ожидать, что этот успех не останется незамеченным и в компьютерных кругах Так и произошло Появилась игра Люди в черном Что же мы можем о ней сказать? Замысел был неплох И картинки в игре встречаются довольно красивые Радуют, так сказать, глаз Модный интерфейс, когда камера следит за героем с разных точек Чтобы не пропустить ни одно из его великих деяний Синтез жанров, экшен и квест Что тоже вполне в духе времени Персонажи, действительно похожие на героев фильма Особенно это касается Уилбора Смита Оттопыренные уши, которого так полюбились зрителям Однако у этой программы имеется несколько недостатков Которые иногда сводят на нет удовольствие от игры Взять хотя бы движение героев Сделано оно весьма бестолково Например, если герой бежит, то он не поворачивает В каком смысле? Но не может он поворачивать на ходу Движется все время прямо Для того, чтобы повернуться, необходимо сначала остановиться А если идет бой? Казалось бы, мелочь, а сколько она способна попортить крови? К тому же клавиши в игре не поддаются перенастройке И сконфигурированы так, будто пользоваться ими должен не человек А существо с какой-нибудь другой анатомией Ну хотя бы жук из фильма «Люди в черном» Вспомните, какой он был гибкий То-то Напрашивается вывод, что среди сотрудников фирмы-изготовителей игры Есть люди Существа Есть существа, которым очень бы не хотелось Победы специальных агентов Из подразделения по борьбе с инопланетной угрозой На сегодня это все Пора прощаться Гейм оба До следующей встречи